Вот, любой алкач у подъезда, спотыкаясь и, значит, поднимаясь и опять спотыкаясь, он же скажет, что... Пиндосы хотят нас... А мы их... Вот... И... И-и-и-и... А чем это отличается от идеологии Дугина? Ничем. А вот нет. Нет. Я всегда, знаете, у алкаша у подъезда всегда есть его идеологические оппоненты с другого лагеря. Вот я побуду этим оппонентом. Если бы восторжествовала бы евразийская философская школа, а не геленджикская философская школа, то, возможно, что-то бы получилось. Но поскольку геленджикская философская школа искренности не подразумевает, то... Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это ответы на вопросы. Мы уже по доброй традиции начинаем с подведения итогов голосования и подведем эти итоги и сегодня. Я напомню вопрос. Вопрос прозвучал следующим образом. Возможен ли добровольный отвод вооруженных сил Российской Федерации от текущей линии фронта вплоть до границ 24 февраля до конца этого года? Опять же, подчеркну, чтобы к нам не было вопросов и претензий, речь идет о добровольном отводе войск, то есть о приказе там верховного главнокомандующего, начальника генштаба и так далее, кому положено принимать такие решения. Итак, в голосовании приняло участие 1442 человека и 27% проголосовали за вариант «Да, возможен», 73% проголосовали за вариант «Нет, это невозможно». В принципе, вы тут полностью, я так понимаю, совпадаете с нашими слушателями, но все-таки как бы вы, Леонид Александрович, прокомментировали и эти цифры, и саму постановку вопроса. Здравствуйте. Добрый день. Ну, что тут сказать? По-моему, я все, что мог, сказал. Это простой здравый смысл, с моей точки зрения, говорит, что это невозможно. Могу лишь добавить, что всяко бывает при военных столкновениях, но в общем, в общем, универсальная формула, если вы хотите победить противника более или менее сложившееся государство, не отдельных партизан, не очень маленьких, очень маленькое сепаратистское образование, кстати, тоже это не так, и к маленькому сепаратистскому образованию это, в принципе, относится. В общем, если вы хотите победить государство, некое, то слушайте наши программы, а еще лучше читайте Владимира Ильича, а еще лучше запомните одну формулу. Превращение империалистической войны в войну гражданскую есть единственный правильный лозунг для победы в империалистической войне. Если вы смогли бы, вы, Владимир Владимирович, смогли бы превратить внешнее столкновение во внутренний конфликт на Украине, разжечь там, внутри Украины, какой-то аналог гражданской войны, то вы бы победили. Если вы этого сделать не можете, а остается только внешней силой прессовать эту самую Украину, только морально ее тем самым сжимая и сплачивая, то мне кажется, что одержать чисто военно-техническую победу невозможно. Соответственно, данная военная операция была поставлена в довольно тяжелое или, прямо сказать, безнадежное положение. Положение в тот самый момент, когда никакого внутреннего раскола той самой гражданской войны или ее зародыша внутри Украины не появилось. Это произошло сразу. Отвести же войска на заранее заданные рубежи невозможно, по той простой причине, что этих рубежей не существует. Потому что рубежи – это границы не 24 февраля, а это границы самооценки Путина и границы самооценки российского населения, российского народа, российского государства. Поэтому отойти на границы физические 24 февраля – значит, грубейшим образом нарушить границы своей самооценки и самооценки российского населения. Если вы это сделаете, то вы вызовете эффект бумеранга. В какой форме он будет – это другой вопрос. Но он будет. Поэтому, я думаю, Путин и не сделает ничего похожего. Кстати сказать, Алла Верды тоже самое относится к тем особо продвинутым украинским патриотам, которые до сих пор делают вид, что верят, или какие-то, может быть, даже всерьез верят, в так называемое возвращение Крыма в Украину. Это ровно то же самое. Поэтому нельзя присоединить территорию, если ее население этого не хочет. Если бы вы, украинские патриоты, украинские политики, смогли разжечь внутри Крыма какой-то внутренний конфликт. Уже там, не знаю, татара, русский, еще какой-то, еще какой-то – это ваши проблемы. Смогли бы разжечь что-то внутри, то у вас был бы хотя бы теоретический шанс, как вы говорите, вернуть или присоединить и так далее. Если такого конфликта нет, а есть только объединяющее население Крыма чувство, прежде всего чувство страха и отталкивания по отношению к своим «освободителям», в кавычках, то есть уже украинским «освободителям», то, соответственно, ровно по той же самой логике ничего вернуть и ничего присоединить невозможно. Вот, собственно говоря, та нехитрая логика, которая в отношении этой военной операции с точки зрения России или этой отечественной войны с точки зрения Украины руководствует. Это война, война – это военная операция, спецоперация, амбиции и самолюбие против витального самоощущения. У одного из противников амбиции и самолюбие, не очень понятно, на каком месте выросшие, но выросшие так или иначе выросшие. У другого – витальное самоощущение. Ну, в таком конфликте, мне кажется, военно-технического победителя быть не может. Ну, я только напомню, что Роскомнадзор настаивает, что данная специальная военная операция не является войной, вторжением, нападением. А я ничего такого, по-моему, и не говорю. Да, но не лишним, по-моему, будет напомнить. Ну, тут, конечно, я не совсем согласен в том смысле, что вы сказали такую фразу о том, что не может быть тут какой-то военно-технической победы. По-моему, как раз-таки только она быть и может. Но это наш давний спор, в том смысле, что мне кажется, что, как сказать, вот, знаете, есть такая ситуация, что экономика российская, она очень сильно последние годы зависела от государственной политики. Чего не придумывая, а если политический курс не изменится, то экономика не изменится. Вот, сейчас мы видим, как мне кажется, немножко другую ситуацию, что политика полностью подчинена военному делу. Вот как с военным делом все обстоит, так и будет обстоять чисто политически. То есть, все то, что происходит там, имеет определяющее значение здесь. Вот, и единственное, что из этого ряда выбивается, это настроение общества в России, которые тоже все равно играют против этой специальной военной операции. Настроение изменчивое, но на данный момент мне вот один... Писал, он общался со своими родственниками, такая любопытная, любопытный диалог, тоже невольно Ленина вспоминаю. Я разговаривался с одной старушкой, и вот что мне сказал, и вот какую любопытную мысль высказала эта старушка. Вот старушка, родственница, значит, моего доброго знакомого, высказала ему такую мысль. Она патриотка, патриотка не в том смысле, патриотка России, не в том смысле, в каком вот я, например, патриот. Я патриот, потому что я хочу, чтобы в России дела шли как можно лучше. Она патриот и в этом смысле, и в том смысле, что она хочет, чтобы мы набили морду в Украине, Америке. Ну, в общем, всем набили морду. Ну вот. И, значит, он ей говорит, что зачем, собственно, все это было нужно. Она ему отвечает, что я вообще нелюбительница, ну, женщина, пожилая, нелюбительница военных действий. Но, если бы мы не начали, то начали бы украинцы, они бы на нас напали, они готовили превентивный удар. Ну, повторяет все то, что нам постоянно говорит телевизор. Он, значит, ей говорит, ну, а как бы они напали, ведь они современное оружие начали получать только через 3, примерно 4 месяца после начала всей этой истории. С чем бы они напали? С гармошкой на пулемет? Она говорит, да, именно так, с гармошкой на пулемет. Он говорит, а зачем? Их же бы перебили. А потому что им приказывают американцы. Им приказывают американцы. Он говорит, ну, что же они по приказу американцев пойдут просто умирать, так сказать, босиком по минному полю? Ты не знаешь их. Они вот такие. Они не самостоятельные. Американцы приказывают и так далее. Он говорит, а зачем это надо американцам? А американцам это надо, потому что они хотят создать любой ценой предлог для того, чтобы наложить на нас санкции, чтобы нас, значит, сначала изолировать, а потом уничтожить. А это зачем американцам надо? Ну, вот так. Зачем это американцам надо? А это американцам надо, потому что Маргарет Тэтчер, Хиллари Клинтон и Мадлен Олбрайт втроем дружно кричали, что в России слишком много нефти, слишком много газа, и этот газ, эту нефть надо захватить. И захватить, и должны, значит, Тэтчер, Олбрайт и Клинтон. Он говорит, а это зачем? Ну, мы же, говорит, продаем эту нефть, этот газ. Зачем им захватывать? Ну, потому что, зачем грабят? Затем, чтобы бесплатно захватить то, за что надо платить. Он говорит, ну, когда грабят расходы грабителей, они обычно меньше, чем доходы. А война, тем более война против России, стоит в десятки, может быть, в сотни, если не будет термоэдерный, да. В десятки, в сотни раз дороже, чем русский нефтегаз, который и так продают. Ну, вот, говорит, пример Европы. Вот, значит, Европа наложила санкции, и в результате, ну, может быть, это не главное, но одна из причин высокой инфляции, недовольство населения и так далее, и так далее. А так покупали бы себе газ и нефть, и гурь бы не знали. Покупаем, мы же продаем, какие проблемы. Знаете, что ответила эта старушка? Точно, как старушка финка, ответила Владимир Ильич. Так ты что хочешь сказать? Что мы, Россия, никому не нужны? Вот это ответ, как говорится, на пять с пятью плюсами. С пятью плюсами. Мы, Россия, всем нужны. Мы, Россия, в центре мира. Мы, Россия, бельмо у всех на глазу. Нас, Россию, все хотят захватить и уничтожить. Она в это верит, потому что это важный элемент ее самоидентификации, ее самооценки. Но как простой человек, реальный, который на рынок ходит, пенсию получает за электричество, платит. Она не может сказать, что мы нужны, да, нужны. Хотя взять с нас абсолютно нечего. Мы нужны там из общих соображений, понты, амбиции, д-д-д. Нет, это в голове не укладывается. Если мы нужны, то нужна наша, нет. А если сказать, да не нужна, кроме понтов, ничего нет. Это очень обесценивает свою самооценку. Получается, что вся моя самооценка завязана на какие-то понты. На чьи-то там понты. И больше ничего вообще. То есть я какой-то понторез, глупый понторез. И все тут просто глупые понторезы. Первая сцена из Тома Сойера меряется чем? Даже сказать неприлично чем. И это все? То есть вообще все? Ага, все. Ну так жить неудобно. А уж признать, что мы вообще не нужны. Ни с понтами, ни без понтов. Ну страна и страна. Как любая другая. Как там Индия, Китай, Бразилия. Кто их захватывает? Кто с ними ловит? Никто. Хотя поживиться, наверное, при желании. Если бы кто-то был такой сумасшедший, то есть. Ну так признать это вообще жить незачем. Значит мы никому не нужны. Понимаете, граждане России, к сожалению, не нужны собственному государству. Вот это первое противоречие. Понимаете, наша власть, она смотрит на наше народное население как на головную боль. Не как на ресурс даже, а как на головную боль. Почему как на головную боль? Потому что у них ресурс в земле. Понимаете? Вот все слова Тетчер, Олбрайт, о том, что в России должно остаться там 10 миллионов на обслуживание трубы, это слова, а не Тетчер, Олбрайт, это слова российского государства. Потому что... Потому что они эти слова и придумали. Ты слышишь, это их слова. Да, потому что 70% их расходов, это пенсии, ну в структуре бюджета, по-моему, 61, если быть точным. Это пенсии, вот это вот все вот нахрена. Вот вы просто 140 миллионов иждивенцев. И вот это положение, когда человек никому не нужен, это же вот, знаете, как в школе бывает. Вот чаще всего хулиган, который очень задиристый, он же сын там алкоголика или какой-то неблагополучной семьи, ну из неблагополучной семьи, и ему все нужны, ему нужно всех задирать, потому что он никому не нужен. Это вот такая трагедия, и мы какие-то, получается, 140 миллионов детей алкоголика, который давным-давно забил на нашу жизнь. Грустно получается. Детей алкоголика Шмидта. Значит, да, я с вами согласен, естественно, но вот когда человек говорит, что мы нужны, мы, он в этот момент, он знает, что государство не слишком-то о нем заботится. Меньше народу, больше кислорода. Знаю. Но в этот момент он себя с этим государством отождествляет, идентифицирует. Да, мы с Сеченом, мы с Тимченко свою нефть, нашу с Сеченом и Тимченко нефть не отдадим. И на нашу с Сеченом и Тимченко нефть все зарятся. Это момент самоидентификации, самооценки, очень важный. Особенно для людей, у которых с самооценкой некие проблемы, и для тех, у кого с самооценкой проблем нет, тоже важно. Тоже важно. Потому что это дополнительный, очень важный бонус. Я знаю, что я этой силой частица. Что общие даже слезы из глаз. Сильнее и чище нельзя причаститься к великому братству по имени Раса. Раса, то есть. Вот такие вот пироги. И, значит, покушаться на это в малом смысле, сказав, что ничего реального от нас никому не нужно, и все это только взаимная бонторезка, или в глобальном смысле сказав, что вообще никому ничего не нужно, нереального, ненереального, это мы отчаянно стараемся привлечь к себе внимание госпожи Вандербиль. Но это лишить человека, задаром лишить халявного самоощущения, которое составляет важнейшую часть. Это отнюдь они, что вот они какие плохие, глупые люди, вот я-то умный, я-то, значит, по-другому, я-то на них смотрю свысока, с Венеры, с высоты своего светлого интеллекта, я-то понимаю, как это глупо. Да ничего похожего. Да ничего похожего. Но у меня другая общность, с которой я себя идентифицирую. То есть я уже давно себя ни с чем не идентифицирую, кроме своей квартиры. Но это мои трудности. Поверьте, это не очень приятно. Точнее, это совсем не приятно. Люди совсем не глупые, ну, по крайней мере, не глупее меня, как мне кажется. Ф.М. Достоевский, например. Н. Я. Данилевский. И многие другие. Они очень в эту игру играли. Тум-то ни при чем. Другое дело, что в 21 веке есть уже и другие игры, и другие способы самоидентификации, и другие способы, значит, самооценки. То есть отнесение себя к другим каким-то структурам, к другим каким-то общностям. Это правда. Но кто сказал, что эти способы лучше? Те, по крайней мере, простые и надежные. Хорошо, давайте перейдем к вопросам. Множество вопросов, в том числе от подписчиков на Патреоне, поступило там от Юрия Вершовского. Большой ему привет. Большой привет. От пользователя Sokobans. Вопрос про инцидент, про смерть, убийство, вероятно, дочери Александра Гелевича Дугина. Уважаемые слушатели, я бы хотел подойти к этому вопросу с этической стороны, в том смысле, что какой бы ни был человек, плохой, хороший, это совершенно не имеет никакого значения. Смерть ребенка, это, в общем, это, на мой взгляд, не тема для детальных, как бы, и смачных обсуждений, я бы оставил бы это мастерам этого ремесла, мы в этом совершенно не знатоки. Но, с другой стороны, это неплохой повод поговорить про самого Александра Гелевича Дугина. Тут, я думаю, мы не нарушаем никаких таких принципов гуманности. Ну, вы, как говорится, облегчили мне работу, потому что мне не хотелось, значит, по ряду причин об этом говорить, потому что фальшивить не хочется, говорить то, что думаешь, тоже не хочется. Короче говоря, сняли с меня некую проблему. А о Дугине, о том, действительно ли он имеет то огромное значение, которое ему приписывают, приписывают ему то значение, что он якобы такой, прямо-таки, значит, тайный кардинал при Путине. А о Дугине, значит, действительно, я думаю, поговорить можно, тем более, что, к счастью, я уверен, что никто из его поклонников нас не слушает, и мы можем не стесняться излишней политкорректности, даже в такой момент. Ну, я думаю, любой человек понимает, не надо тут долго рассуждать, что большего человеческого несчастья, чем потерять ребенка на своих глазах, просто нет. ну, вот, нет и все. Тем более, как мы понимаем, что это была не только его биологическая дочь, но это была духовная дочь, они фактически были одним целым, как я понимаю. Она очень активно работала во всех его проектах, и фактически была его правой рукой, там, и так далее, и так далее. Но есть несчастье, на самом деле, еще больше. это если человек считает, что прилетело за него, что и чисто технически это предназначалось ему, и по содержанию это случилось потому, что она его верная последовательница, ученица, и так далее, и так далее. Если бы она была просто домохозяйкой, то очевидно, что ничего похожего бы с ней не произошло. Вот это максимальное несчастье, которое может быть с любым человеком. С любым. Какие из этого выводы делает человек, это оценить, предполагать невозможно. упомянутый мной популярный немецкий политик придумал одну очень сильную фразу. Кулак судьбы открыл ему глаза. Это парафраз, значит, судьба стучит, девятая симфония Бетхоя. Но я не знаю ни одного случая в истории, ну, кроме вот, значит, Павла, который прозрел по дороге в Дамаск апостола Павла. И Савла превратился в Павла. Более реальных случаев, когда кулак судьбы открыл глаза, я не знаю. Обычно, когда кулак судьбы обрушивается, он или уничтожает человека, морально, а то и физически, или, если не уничтожает, укрепляет его в его взглядах. Даже если эти взгляды привели человека туда, куда они его привели. Это защитная реакция, потому что сказать себе это случилось потому, что я после этого жить нельзя. Да и вообще невозможно. Не только в этом случае, но и вообще. Вся моя жизнь, значит. Поэтому так сказать себе. Ну, я не знаю случаев. Может быть. Не знаю. Обычный человек только приходит к тому, что я был прав, но просто недостаточен. Недостаточно последователен. Вот и все. Два случая я приведу. Кстати, бывают случаи противоположные. Я приведу один случай противоположный, один случай, значит, такой. Случай, когда человек после всех ударов судьбы только ожесточился, это, конечно, случай того же самого бесконечно упоминаемого немецкого политика. Мы проиграли, потому что мы были слишком добрыми. Я был слишком добрым. Если бы я уничтожил эту чванливую сволочь, ну и так далее, и так далее. И значит, в завещании во всем виноваты евреи. Я не выполнил свою миссию, я сделал, что мог, пусть следующее сделает больше. То есть все, что с ним произошло, только укрепляло его в его скорлупе. Потому что выйти за пределы этой скорлупы значило даже не покончить с собой, просто аннигилироваться, исчезнуть. После всего, что он сделал, сказать, извините, друзья, это была ошибка, это означает аннигиляцию, распад на молекулы. Это абсолютно типичная реакция. Был один случай, я вот знаю один случай, не совсем противоположный, не совсем, но в какой-то мере противоположный. Это популярный российский, советский политик, который после известных событий, после гражданской войны, фактически сказал, я был неправ. Мы были неправы. Мы пойдем другим путем. Опять другим путем. Опять пойдем другим путем. Только и делал, что искал другие пути. И, значит, надиктовал вот это самое, лучше, меньше, да лучше. Вся жизнь была посвящена прямо противоположному. и вот он сумел встать над собой хотя бы частично, хотя бы не полностью, хотя бы в чем-то. Это необыкновенное явление, необыкновенное происшествие, но и человек был не совсем обычный, скажем так. Но в случае, когда человек сказал, мне прилетело за то-то и за то-то, и поэтому я должен, а что ты должен, уже прилетел. Вот, поэтому, конечно, то, что случилось с Дугиным, это, ну, это максимальное, максимальное, значит, горе, которое может быть у человека. Вот. Значит, теперь, что касается роли Дугина, насколько она велика и так далее. Здесь еще больший туман, чем в вопросе о том, что там реально, кто это организовал и так далее, и так далее. СБУ или какие-то внутренние разборки там или еще что-то. Значит, популярна точка зрения, что Дугин это такой великий идеолог, который все, значит, направляет изнутри. Ну, понятный ряд сравнений, я не буду их приводить. Мне кажется, что сегодня не тот день, когда стоит сравнениями с отрицательными, ну, с личностями, которые считаются отрицательными, значит, сравнивать с ними. Дугин, я думаю, это сегодня не тот день, поэтому понятен этот ряд тех людей, которые тайным образом изнутри определяют политику, все направляют и так далее, и так далее. Все знают, кто эти были люди в истории России. Справедливо о них так говорят, несправедливо, это другой вопрос. Ну, имена их известны. Значит, так ли это в случае Дугина? Естественно, я понятия не имею. Мне кажется, что слухи о его влиянии, о его всемогуществе сильно преувеличены, о его влиянии на Путин. Слухи о том, что это он направляет политику Путина, это он является решающей для Путина фигурой, мне кажется, эти слухи очень преувеличены. Значит, почему я так думаю? Ну, по простой причине, потому что никаких конкретных примеров могущества Дугина я не слышал. Я не слышал, чтобы по его требованию, по его протекции кого-то, какого-то министра или там что, кого-то снимали, назначали, чтобы он мог пролоббировать какое-то конкретное решение. формально его влияние тоже ни в чем не проявляется. Но мы знаем круг людей, которые близко связаны с Путиным. Ковальчуки, значит, Тимченко, Ротенберги, Костин, Чемизов. Мы знаем этих людей. И у всех у них влияние, Михалков, простите, и у всех у них влияние во что-то материализуется. Или в огромные деньги, или в исключительное положение. Или, наконец, в бирюльке, в фитюльке. Михалков награжден всеми существующими в России наградами, не могут придумать еще, какую бы ему еще дать. У Дугина этого нет ничего вообще. Такой, значит, тайный, сверхтайный советник, который ничего не имеет, но при этом имеет определяющее влияние. Ну, может быть, но как-то мне в это плохо верится. А вот то, что его... Да, кстати, и идеологемы, которыми Путин пользуется, а зачем ему Дугин? Вполне достаточно Солженицына, единый народ России, Украины, Белоруссии. Ей часто приходится слышать, что Владимир Путин опирается на какие-то идеологемы Александра Исаевича Солженицына. Ну, как нам строить Россию? Ну, статья 92-го, по-моему, года, если я не ошибаюсь. Не верно. Ну, вот, по-моему, опять же, Солженицын не то имел в виду, явно. И, как мне кажется, Александр Исаевич специальную военную операцию бы не поддержал и был бы ее страстным и очень ярым, каким мог только быть Александр Исаевич. Он же всегда был человек очень страстный, он был бы ее страстным противником. Это не его идеологема. Его идеологема из статьи «Как нам обустроить Россию?» а, попросту говоря, это попытка странноватая на самом деле построить какую-то конфедеративную структуру. Ну, раз уж распался Советский Союз, ну, так мы привыкли жить в большой конфедерации, там все такое, нафиг к черту всю эту Туркмению и Таджикистан и прочие Казахстаны, а вот из этих трех стран можно чего-то там добровольно, добровольно состряпать, чтобы оставить хоть какой-то вот этот фасад. У него удивительно, но сочеталось вот это мышление конфедеративное и имперское, но это не было агрессивно имперское мышление. Идеологемы Дугина, они гораздо лучше ложатся, потому что идеологемы Дугина это идеологемы насилия. Солженицын не был большим фанатом насилия, уж точно, уж точно не был таким фанатом насилия, каким был Дугин. Дугин был страстный в отношении насилия. Почему? Он уже фронт. Ну, ну, был. Не знаю, может изменился с этого момента, я в этом смысле. Потому что я помню эти громкие убивать, 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 убивать. Вот это цитата по Дугину. Профессор одобряет. Солженицын, я к нему отношусь весьма критически и во многом скептически, но точно не был ни жестоким человеком, ни пропагандировал жестокость, ни агитировал за жестокость. Вот. Поэтому, мне кажется, вы не совсем справедливы к Александру Исаевичу. Ну, это отдельный разговор, и я не уверен, что Солженицын был человеком добродушным, по-моему, совершенно нет. Это не значит, что он был добродушным, это значит, что он не видел насилия как инструмент для воплощения в жизнь своих идей. Ну, это тоже непростой вопрос, почитайте его статью, статью, или, я не помню, как она там, или кусочек из книги, по-моему, из Красного Колеса, профевральскую революцию. Про пулеметы, о том, что нужно было пулеметами, но... Стрелять, косить, рубить, давить, никаких гвоздей. Не, понимаете, это вообще такая Солженицынская шиза, в том смысле, что он-то косить пулеметами либералов из Государственной Думы хотел, потому что он знал, что большевики как бы к власти придут, и он же это оправдывал тем, что вот насилие в Петрограде в семнадцатом году предотвратило бы насилие как бы в тридцать седьмом, в восемнадцатом, там, двадцатом и так далее. Слушай, тоже не оправдывает насилие. Все оправдывают насилие большим насилием. Вот три минуты назад я говорил, что если бы там в свое время позаботились насчет, значит, Адольфа Алоизовича, то сэкономили бы пятьдесят миллионов. Я так не думаю, если честно. Насилие никогда не решает те проблемы, которые перед ним ставят. Ну, люди преувеличивают эффективность насилия. Как решают, если бы Сталин помер не пятого марта пятьдесят третьего, а пятого марта тридцать четвертого. Ну и что? Ну ладно, это бесконечный спор, так? Бог с ним, с Солженицыным. Я хочу просто сказать, что, естественно, Солженицын говорил по-тючевски. А мы попробуем связать его любовью. А там увидим, что прочнее. Не насилием, не железом и кровью, а любовью. Но есть только маленькая деталь. А как быть, если они не хотят связываться? вот украинцы и белорусы вот не хотят связываться ни любовью, ничем, как быть, отступиться, сказать, да и фиг с вами? Или сказать, ладно, ребята, извините, вы своего счастья не понимаете. Если вы по-хорошему не хотите, мы для вашей же, естественно, пользы, естественно, для вас же, вас не мытьем, да катанем. Не хотите мытьем, будет вам катанем. Я не знаю, как бы повелся Солженицын, его жена, как известно, ни одного слова против спецоперации не произнесла, хотя, собственно говоря... Ну, его жена это не он. Не он, не он. Близкий человек, но не он, да. И, в общем, ну ладно, бог с ним. Смотрите, вот давайте все-таки одну ремарку я в этом плане вставлю. Я бы разделил вот имперцев, русских имперцев, на два сорта. Первый сорт русских имперцев, они считали, сейчас мало таких просто осталось, что, вот вам не приходит мысль о том, что, например, куряне, или белгородцы, или там кубанцы, или калмыки, или башкиры с татарами, это вот какой-то отдельный народ со своей субъектностью, что они могут просто не хотеть. Вам кажется, что народ Башкортостана органично хочет быть в составе России. Вот люди, которые, так скажем, имперцы этого первого типа, более-менее вегетарианские, они убеждены, что украинцы, они как татары, башкиры, белгородцы, там, куряне, и так далее, им органично. А второго рода имперцы, они считают, плевать органичным или неорганично, железом и кровью будем ковать. Вот и все. Поэтому я просто Дугина отношу ко второй категории, а Солженицына к первой. Он украинцев, он даже себе так вопрос не ставил, о том, хотят ли украинцы быть с русскими, ну, что это значит, хотят. А жители Московской области хотят? Вот это из той же категории. Не, ну, про Дугина все понятно. Он был и был, и есть, и будет. Я думаю, будет еще более яростным после того, что случилось. Ну, когда он придет в себя, когда он восстановится. Проповедник насилия в самых крайних, самых жестоких его формах. Такого же насилия, как то, которое вот. Вот. С ним все понятно. Я прекрасно помню, значит, эпизод, я с ним имел счастье несколько раз встречаться. один раз на каком-то ток-шоу. И там Дугин яростно рассказывал, что Россия или будет, или не будет, в зависимости, внимание, от того Приднестровья войдет состав России или не войдет. Я просто охренел. Простейшим мытью. А какое отношение имеет Приднестровье? Ну, войдет, ну, не войдет. Нам-то что? Какое нам дело до этого самого Приднестровья? Какое значение имеет это самое Приднестровье для не то, что Смоленской области, а вообще для чего бы то ни было? Или там Хабаровского края? А для чего бы то ни было? Я этот вопрос, естественно, задал. Ответа я, естественно, не получил. Но потом я понял, что ответ очевиден. Речь-то не о географической карте, а исключительно о ментальной карте, о триумфе воли. Причем Приднестровье? Настоять на своем, навязать свою волю, согнуть в бараний рог. Естественно, не Молдову какую-то, а вечного экзистенциального врага, борьба с которым, с врагом, и составляет все без малейшего исключения содержание жизни. И вся наша жизнь, вся, вся, есть борьба с вечным мистическим экзистенциальным врагом. Запад, Америка, мировая закулиса, всемирное правительство, неважно. И победа присоединения какого-то несчастного Приднестровья это просто символ этой великой титанической борьбы. А неприсоединение это отказ от этой великой титанической борьбы. Ситечко, которое Остап впарил Элочке, нужно не для того, чтобы кофе разливать, а для того, чтобы утереть нос в андербильдихе и через это ситечко смотреть на мир. простейший вопрос, на какой черт вам в андербильдихе? На него нет ответа. А на какой черт мне жизнь? А для чего мне вообще любая жизнь? Что за жизнь, если я не борюсь с в андербильдихой? Вот и все. Самоидентификация и так далее. Вот. Поэтому с Дугиным-то все, как говорится, предельно ясно, а вот с вегетарианскими имперцами, все предельно не ясно. Потому что, да, конечно, украинцы, мы один народ, органическая часть, такая же, как Башкортостан, и так далее, и так далее. Осталось спросить украинцев. Исчезли они. Понимаете? Нету их больше. Солженицын был последний. Первый был любимый вами Николай, по-моему, Яковлевич Данилевский. Ну, один из самых ярких. Ильин. Сейчас их нет. Ну, Ильин агрессивнее, конечно, но вот Данилевский. Вы имеете ввиду любящих имперцев? Да. Империю любви. Как вот Чубайс говорил, империя, либеральная империя, это любовная империя. Это же органическая. Ну, куда деваться Украине? Ну, не с Польшей же, не с поляками им дружить. Ну, это же абсурд какой-то. Абсурд, согласен. Но есть одна деталь, еще раз говорю. Мы-то про украинцев. Украинцев, украинцев, я вечно путаю все, почему-то это называют большие. Украинцев. Украинцев. Отлично. Мы-то украинцев считаем украинцами. И уверены, что они и есть украинцы. И что они органическая часть нас. Но если в процессе экспериментальной проверки выясняется, что они-то себя такими не считают, что они-то себя считают украинцами, а белорусы тоже себя считают какими-нибудь там белорусами. И не хотят они в братские объятия. Более того, не просто не хотят, а всячески издеваются, дразнят. А украинские политики 20 лет упорно дразнили гражданина Путина. Упорно дразнили. Дергали этого тигра за хвост. Как тогда быть? Вот как быть в этой ситуации? Соответственно, есть два ответа. Первый. Не хотите, как хотите. Пошли вы. Без вас обойдемся. Второй ответ. Ах, не хотите? Ну, вот и все. Какой вариант выбрал бы Солженицын, это, как говорится, вопрос неясный, молчит наука. Он с того света уже письмишек не пришли. Вот. Но я это к тому говорю, что Путину, возвращаясь, значит, в исходную позицию, зачем ему Дугин-то? Если ему нужно идеологическое окормление, Ильин, Данилевский, Достоевский, все-таки генералы, фельдмаршалы, генералиссимусы, Достоевский. А Дугин что? Ну, если ему нужно сладкое, крендельное оформление, Никита Сергеевич, ну, уж слаще-то никто не сделает. Уж так сладко, что как бы, значит, диабет не нажить. Ну, сладость какая-то запредельная. Ну, Никита Сергеевич уже сейчас перчить начал. Тоже поменялся. Кому как, знаете. Владимир Владимирович, я думаю, это пирожное по-прежнему. Не, не, Никита Сергеевич уехал в какие-то неведомые дали. Для меня это загадка, например, он серьезно или он издевается? Вот. Потому что, судя по тому, что, знаете, я иногда думаю, если Никита Сергеевич прошу прощения за такое кощунство придет в церковь, он среди икон-то потеряется, потеряет сам себя. Потому что он настолько вжился вот в эту роль. Я просто смотрю, я думаю, так, если человек издевается, на кой черт он сидит рядом со святыми образами и издевается? Ну, не может же он быть циником? Если он это все за правду, ну, слушайте, вот ни туда, ни сюда, ну, как быть? Не знаю, он верит. Вот. Если тебе нужны авторитеты, Данилевский, Достоевский. Если тебе нужна сладость необыкновенная, значит, Михалков. Если тебе нужны спецы, ну, Патрушев, Бортников, начальник ГРУ, не знаю, кто сейчас это высокое должное. Если тебе нужны просто одобрямцы, ё-моё, ну, тогда просто все. Ну, все, в кого не ткни, все, значит, одобряется. Так что тебе от Дугина-то надо? Что он тебе может дать такого, чего никто из названных граждан не даст? Поэтому мне энергию, бешеную вот эту вот свою иступленную энергию, ну, для этого, для получения энергии, мне кажется, на Владимира Владимировича есть другие люди, и они, в общем, довольно широко известны. А можно я с другой стороны зайду? Ну, с другой стороны в смысле Запада. Вот, известно, что в 2014 году издание Foreign Policy, авторитетное, я спешу заметить, ну, не желтое точно, включило Дугина в топ-100 глобальных мыслителей современного мира в категории агитаторы. один из 100 глобальных мыслителей. Вот, я прошу прощения, но это мне просто по-человечески завидно, я думаю, и вам. Ну, конечно, естественно. Да, и дело-то в чем? В том, что это, как сказать, такая западная болезнь интеллектуальной глупости. То есть, надо обязательно, если что-то делает Владимир Путин, то обязательно под этим есть очень подготовленная, такая четкая идеология, где есть такая идеология. Геленджикская, знаменитая идеология, как бы. Геленджикская школа, вот была франкфуртская, а вот это геленджикская школа философская. Есть такой идеолог, есть такая идеология, и мы его знаем, уж не знаю, включил его там Форин в офис или не включил. Но человек это в Форин офису хорошо известный. Даже я бы сказал... В Форин полисе. В Форин полисе. Ну вот, включил он его в полисе или не включил, не знаю. Но человек это хорошо известный. Даже более им известный, чем Дуги. Бжезинский, Збигнев. Берете его книжечку. Великая шахматная доска. Все. Ну просто все. Все слова, которые Михаил Леонтьев, еще один близкий, как говорят, к Путину мыслитель, Владимир Соловьев, Александр Проханов, и даже Скобеева Симонян, даже их стоны и крики, шепот, жаркое дыхание, даже их стоны и крики, все есть в этой малюсенькой книжечке. Вы думаете, Скобеева похожа на Айн Рэнд? Только как бы противоположно. Ну, есть нечто общее, да. Более сексапильное, я бы сказал. Путин расправил плечи. Да, да. Вот, значит, ну, посексапильнее было. Стоны погромче, шепот потише, все как на высоком идеально-художественном уровне. Так вот, все у Збигнева есть. Берем Збигнева, объединяем его, как нам обустроить Россию, читаем у старика Збигнева, что читаем, что если Россия хочет быть империей, то она должна, ну, просто вот обязана Збигневу Бжезинскому включить в свой состав или взять под жесткий контроль Украина. Если же Украина независимое государство, то облизнетесь вы с вашей империей. Никогда вы империей не будете, выкусите. И поэтому мы должны, мы американцы, должны поддерживать Украину, выстраивать ось там, Киев, Варшава, там, Вашингтон. Ну, все, значит, нужна вам философия, моральное высокое оправдание, высокий дух, Данилевский, Достоевский. Нужна вам политологическая хренатень с геополитикой, Бжезинский. Нужны вам любящие, собачьи, любящие глаза, из которых при виде вас слезы текут. Никита Сергеевич. Нужна вам еще, то есть, короче говоря, в этом универмаге такой выбор товаров у Владимира Владимировича, что просто я не очень понимаю, каким боком туда мог затесаться Дугин. Но, впрочем, не буду гадать, я просто хочу сказать, что версия слухи о исключительном влиянии Дугина вполне возможно соответствует реальности, но не очень понятно только на чем сие влияние основано. Он написал 100 толстых книжек, но вряд ли Путин их читает. Извиняюсь, без всякой абсолютно аналогии, Боже упаси, не малейших аналогий, просто, как говорится, в голову пришло. Один популярный немецкий политик своему хорошему знакомому сказал, что, значит, вашу книжку, тот тоже написал книжку огромную, толстую, вашу, говорит, книжку невозможно читать. Тот с обидой ему сказал, но вы ее не читали, ее никто не читал. Я ее иногда беру на ночь, когда не могу заснуть, тогда она мне помогает. Значит, 100 толстых книжек, да, но, значит, Данилевский и Достоевский говорили, короче, говорили смачно, а Башизинский не просто говорил смачно, но он сам представляет собой материализованный образ дьявола во плоти, вот этого геополитического американского дьявола, да еще и поляка при этом, то есть все 43 удовольствия в одном флаконе. Чего еще надо? Но вполне возможно, что тем не менее есть в писаниях Дугина, или в личности его, или в общении с ним что-то такое эдакое, что Путину позарез необходим. Нет, ну Дугин на самом деле, вот я бы не принижал достоинств человека, он действительно интеллектуал, и если кто-то в комментариях напишет, что вы что, уважаемый Ибрагим, идиот, назвать столь безумного человека интеллектуалом, я скажу нет. Только безумными настоящие интеллектуалы и бывают. Ну не все, это вот вы зря. Ну, поверьте, как сказать, ну либо это такой интеллектуал, как сказать, из третьего подъезда, сидящий возле мусорного бака, вот понимаете, либо он залихватский, как бы радикальный, либо кому он нафиг нужен, понимаете? Алкаш местный. Ну, Кант, вы простите, это гений. Кант, это гений, вы не путайте, я же про интеллектуалы говорю, ну вот понимаете, во-первых, ну, действительно, человек, по-моему, какой-то фантастический полиглот, насколько известно, он там 6-7 языков знает, то есть неординарный человек, это точно. К тому же, знаете, в далеком 2005 году, вот что поразительно, как бы, вот один из его таких замечательных, прекрасных учеников, это же был Алексей Арестович, которого мы видим сейчас, вы посмотрите на ученика и можете смело судить о талантах и достоинствах учителя. Правда, тогда Алексей Арестович выступал против оранжевой заразы, которую он раздавить хотел, а сейчас он выступает от имени оранжевой заразы. Ну, по-вашему. Еще один пример человека, который пересмотрел свои взгляды, Ленин и Арестович, ну, по крайней мере, двоих, я знаю, уже хорошо. Вот, значит, все это так, все это хорошо, но, понимаете, я не уверен, что вот это все интеллектуальные изыски так уж близки, близки к Путину. Если же в итоге, нужна выжимка, руководство к действию, то для этого не нужен никакой, значит, еще раз повторяю, Дугин, это руководство к действию, коротко, ясно, просто, в двух словах содержится, ну, вообще, ведь, понимаете, тут еще такой есть анекдот, что любая, вот вы говорите об алкаче у подъезда, точно, любой алкаче у подъезда, когда приходит в себя, я понимаю, что после вчерашнего дня рождения вам эта тема особенно мучительно, мучительно близка, я бы так сказать. Да, много философов я видал. Но такого еще не встретил, да, я понимаю. Вот, любой алкаче у подъезда спотыкаясь и, значит, поднимаясь и опять спотыкаясь, он же скажет, что пиндосы хотят нас, а мы их вот и, 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 и. А чем это отличается от идеологии Дугина? Ничем. Ну, я о чем, так я о чем и говорю. Просто Дугин красиво говорит. Вот, зачем нужны толстые, сложные книжки, когда истина проста, проста, как все гениальное. Пиндосы, а мы, и, а вот нет. Нет. Я всегда, знаете, у алкаша у подъезда всегда есть его идеологические оппоненты с другого лагеря. Вот я побуду этим оппонентом. Если бы восторжествовала бы евразийская философская школа, а не геленджикская философская школа, то, возможно, что-то бы получилось. Вот ведь в чем дело. Понимаете, если бы это хоть на 3 миллиметра было бы за правду, вот, страстно и по-дугински, у них бы, может, что-то получилось. Но поскольку геленджикская философская школа искренности не подразумевает, то, извините, не получается. Если бы они в это верили, все бы у них получилось. Они в это не верят просто. Ну, почему не верят? Я думаю, что всякий человек, который всю жизнь говорит одно и то же, он в это верит. Но вот Арестович не верит. Геленджикская философская школа верит только в золотые ёршики, выпить, закусить, в аквадискотеку, в склад грязи. Вот это категория геленджикской философской школы. А синтез, синтез удачно соединяется. Это же есть одна из главных проблем ялкача у подъезда и философов геленджикских. С одной стороны, по-каньячевскому, еще немножко коньячевского, а с другой пиндоса, не путай, это не путай, пиндосы, пиндосы, а коньячевские, а коньячевские тоже. Вот и все, это вполне. А мы попробуем связать его любовью и там посмотрим, что прочнее. То есть, любовь к каньячевскому и любовь к борьбе с пиндосами, они, кстати, на дне того же каньячевского превосходно связаны. Вопрос в пропорциях, понимаете? Это да. Если слишком много закладывать за воротник, то можно никаких мыслей не изрыгнуть из этого воротника. Но я же про геленджикскую школу в данном случае метафорически говорю. Золотой ёршик ты можешь засудить за воротник, оно, конечно, не очень приятно будет ходить в таком виде, зато кроме тебя уж никто так не походит. Этим ты тоже нос утрешь. Даже самому Дональду Ивановичу. У него такой шутки-то нет. В общем, короче говоря, я к тому говорю, что учение Дугина всесильно, потому что оно верно. В том смысле, что идея давно, очень давно, за сто лет до рождения Дугина, обладевшая массами, идея о том, что Россия центр мира, все на неё покушаются, и так далее, и так далее, и мы им рогато пообломаем. идея изложена первым великим, ну не первым, одним из величайших русских геополитиков, А.С. Пушкиным, в трактате под названием «Клеветникам России», добавить-то к ней нечего. Я вот давно говорил, тысячу раз повторял, ребята, вы бы на своих ток-шоу, вместо того, чтобы сопли живать, читали «Клеветникам России» по строчке, одна строчка «Философ» Шахназаров, другая строчка «Полиглот» Журавлёв, третья строчка «Многодетный отец», герой «Соловьёв», четвёртая строчка «Дугин», кстати, он, между прочим, вот к вопросу, вот он якобы такой близкий к Путину человек, а ведь на центральном телевидении-то его и нет, да, у него есть какой-то свой канал, но этот канал... — Не какой-то, Царьград, Константин Малафеев. — Да, но всё-таки этот канал немножко так сбоку припёк, а на первый, второй-то его вроде не пускают, рак? — Пускай. — В том-то и дело, понимаете, что... — Раньше ходил, я знаю, а вообще... — Александр Гелевич, так уж сложилось, вот есть, вот я нашёл название этой философской школе, он ближе не к Геленджикской философской школе, а к Царьградской философской школе, где Игорь Стрелков, Константин Малафеев, как бы, Дугин, вот это то, что на искренность претендует. Вот в чём? Я бы не отказывал этим людям в искренности. Я им ни в чём не отказывал, чтобы они мне ни в чём не отказали, вот бы хорошо было, а я-то им ни в чём не отказывал. Вот, ну, Царьградская школа, это ж от Данилевского до Милюковского «Крест на Святую Софию» тоже отдельная песня интересная. Либеральный профессор, значит, сторонник союза с Францией, с Англией, а подише ты, крест обязательно, значит, Святую Софию. Без этого, как без Приднестровья, конечно, Константинополь повкуснее Приднестровья будет, вопросов нет, но тем не менее, вот, нет жизни без Константинополя, ну, задавись, вот, пока Константинополь не русский, жизни, а почему, собственно говоря, а по кочану, вот так вот. Ладно, собственно, мы всю передачу светили. Я бы подытожил только словами из самого Дугина. Он как-то сказал, что он водил своего маленького сына к памятникам и к речу, ещё в советское время. Знаете, для чего? Подождите, после этого сына я что-то столкниваю. У него вообще сколько детей-то? Не знаю, я небольшой знаток. А знаете, для чего он водил ребёнка к речу? Чтобы поливать в него? Так, переч-то высоконько, а ребёнок-то... Ну, вы представляете себе эту картину? Стоит взрослый дядя и маленький ребёнок, и все пытаются доплюнуть до этой лысины в кепке. Вот. Теперь у него, по-видимому, в последнее время это почти получилось. Вот может быть откуда, впрочем, без суток, ведь странная у Путина ненависть личная к Ленину. Казалось бы, где Ленин, где Путин? Странная личная ненависть. Кто-то же её, значит, поощряет, вряд ли это Данилевский и Достоевский. Да и Михалков вряд ли. Михалков, по-моему, от этих материй далёк. Кто-то же должен, значит, ковырять палочкой в рамки. Может быть, вот в этом, так сказать, может быть. Потому что явно, значит, Ленин для Путина человек не чужой. Мимо тёщиного дома я без суток не пройду. Значит, он всё время ему что-то показывает. В чём-то с ним, значит, меряется там и так далее. Вот. Хотя, казалось бы, большому поклоннику Советского Союза грех так уж особенно на создателя этого самого Союза рук поднимать. А нет, а нет. Союз отдельно, а создатель его отдельно. Вот как-то так. То есть, кто-то здесь может быть, действительно, может быть, Дугин эту миссию выполняет. Ну, вполне возможно. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Тут вопрос такой от пользователя Гунарс. Он немножко полуорганизационный, но, мне кажется, любопытный. Здравствуйте. А вопросы на какие темы были бы интересны самому Леониду Александровичу? То есть, в этом и суть вопроса. На какие вопросы вам интересно отвечать? Ну, вы знаете, я о чём мне интересно стараюсь рассказывать. Более того, я как плохой студент, знаете, вот он выучил там, допустим, студент-медик, выучил устройство кровеносной системы, большой и малый круг. И везде приплетает. Вот его спрашивают там, предположим, о строении костей. Он говорит, уважаемый профессор, кости устроены сложно, но ведь главное в костях это кроветок. Давайте обсудим и так и я, понимаете. У меня, что мне интересно, легко заметить по моим речам. С чего бы ни начинал, выруливаю на три-четыре темы, которые жую-жую-жую-жую-жую-жую. Ну, вот я говорю, как плохой студент, который знает там парочку. Заочные споры с Дугиным у вас. Ну, типа того, да. Ну, не с Дугиным, разумеется. Чего мне с Дугиным спорить? Ну, с другими там товарищами. Вот мы же рассказываем об истории. Вот вчера мы с Ибрагимом говорили, позавчера. Вот. Он мне много любопытного рассказал именно про людей, о которых я как-то как о людях мало думал. Про Игоду, допустим. Ну, будет случай, обсудим. Мне забавны, значит, все эти побрякухи. Это тоже, с одной стороны, мне нравится, что они смешные. Ну, что-то ни о чем. Просто звон металла. С другой стороны, эти побрякухи организовывают ментальное пространство у многих людей. Тоже интересно. вот это. Вот. Ну, какие-то еще там исторические байки. Ну, и вообще, я, так сказать, не против потрепаться, растекаться мыслью по древу, допустим. Это практически любая тема, которую мы начинали. Ну, вот демография, современная семья, значит, разложение семьи, частной собственности и государства. Как они разлагаются, и разлагаются ли они, или это очередная, значит, фантазия, ну, и так далее, и так далее. То есть, сказать, что есть какие-то исключительно вопросы, на которые я мечтаю ответить, я все время кручусь в кругу. Ну, как и мы все, собственно говоря, на арене цирка. Один и тот же цирк. Лошади разные, а бегают по одной арене. Хорошо. В общем, вы Фриде Хенгельс. Происхождение семьи, частной собственности, государства. Вот три вопроса. Ну, нет, почему? Я в большей степени какой-нибудь геральдмейстер, который там, Квентин Дорвард, там такой есть роман Вальтер Скотт. Вот, и там, значит, один Геральд пытается рассказать про, значит, символику дворянских мифов. Его обрывает, значит, Карл VII или какой-то там Карл очередной и говорит, а вы, господин Геральд, настолько ученый, что слушать вас совершенно невозможно, понять вас совершенно невозможно. Вот, ну, значит, вот я, и этот образ мне блин. Да, хотя... А больше всего, если уж хотите знать правду, единственное, что меня интересует, это эмоционально интересует, это то, о чем мне говорить невозможно, это мои сугубо личные, с детства идущие, то я там живу, я живу в своем детстве, на самом деле. Все мы родом из детства. Некоторые родом, а некоторые там живут, вот это разница. Я оттуда не родом, я там нахожусь, вот в чем вся штука. Но я туда, но туда мне посторонним вход воспрещен, это правда. Но живой там. Вы большой хулиган. Да, это задиры изрядные. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Анна Хауперн. Ибрагим, вопрос Ивам и Лару от человека, уехавшего из страны 25 лет назад. От меня, то бишь. Насколько подробно изучался или изучается сталинский режим в рамках школьной программы, начиная с 90-х годов? Если тема сталинского террора обходится стороной, то возможно это хотя бы частично объясняет то, что сегодня происходит в России. Слышала, что в немецких школах фашизм и Гитлер изучается подробно и без прикрас. Ну, я, собственно, в этой школе образование свое получал, но сначала было бы любопытно Леонида Александровича услышать. Вот вы школьные учебники в руки брали? Нет. А зачем мне школьные учебники? Дети что, по школьным учебникам живут, что ли? В гробонях видали. Я вон в школе химию или географию учил. Что я из нее помню? Ничего не помню. Кроме того, что противно было. Учебники это ерунда. Важна реальная культура, в которой вы живете. Ну, от телевидения, интернета и так далее. В этой культуре советское прошлое выступает хвастливо, лакировано, в брутальном виде. Вот и все. Нормальное совковое вранье конца. Да не совковое, почему совковое? Нормальное государственное вранье, которое вообще веками не меняется. плюс-минус туда-сюда. Значит, совершенно дикие фильмы, которые показывают по телевидению. Никто в них особо не верит, но это фон. Они же, так сказать, невольно влияют. так. Вот, значит, более того, более того, это настолько въевшееся вранье, что его разоблачать это страшно. Физически страшно. К суду привлекут. К суду привлекут сегодня. Это как в Америке, с политкорректностью. Да и покруче даже. Там хоть к суду, может, не привлекут. Вышибутся работы, там затравят, да, но к суду хоть не придем. Попробуйте, значит, поругаться, попробуйте выступить в Соединенных Штатах. Мне легче анет говорить, чем о нас. Там вот есть какой-то политик, я забыл фамилию, который говорит, вы что, вообще охренели? Какие претензии у афроамериканцев, он другое слово употребляет, к американскому правительству? Не нравится. Чемодан, вокзал, Кения. Какие проблемы? Какие проблемы? В чем дело? Что вы, ну и так далее, пошел, и пошел, и пошел рубить. Как это он может такое говорить? Очень просто. Он афроамериканец, ему может. Республиканец, афроамериканец. Попробуй, белый, что-то подобное сказать. Ну, харакири сделал, и все. Вот. А у нас есть темы, о которых говорить хотя бы ту элементарнейшую правду, которую говорили 25-30 лет назад, просто в тюрьму сядешь. То есть, ну, в тюрьму, может, и не сядешь, но по судам затаскают. Я имею в виду все, что касается единства, религии. Великая Отечественная возведена в рамках религии, и любое сомнение в религиозных чудесах есть преступления. Есть преступления. Научные книжки допускаются. Предпочитают, правда, псевдонаучную галимативу, типа там, значит, Суворова, Солонина. Я знаю, что этим я сразу вызову взрыв, возмущение. Стариков, Стариков, Хаос и Революция, Оружие, Доллары, Шершилия, Нефть. Нет, но я про Великую Отечественную говорю, что вот про Великую Отечественную критически допускаются книжки, но научные. Это совсем восторга не вызывает, уж поверите. Там какой-нибудь анти, есть целая серия книг. Антисалонин, антисуворов. Да, антисуворов. Ну, да, я сам антисуворов, я сам антисалонин, потому что их творения у меня, никакого восторга не вызывают, но простая правда, элементарная, вообще известная, она есть преступление. Вывернутое наизнанку хвостовство, например, выдуманные потери, когда депутаты Думы соревнуются, кто больше десятков миллионов, уж на миллионы никто не считает, кто больше десятков миллионов людей убил, это повод для гордости. 20 миллионов. Какие 20? Издеваетесь? 30. Кто больше? 40? Кто больше? 50? 70? Ну, уж сказали бы, прямо 200 миллионов, что там мелочится. Вот, это, значит, повод для, или там, вот я, ну, просто не буду комментировать, просто расскажу, значит, вот я смотрел обрывок из фильма, как вот, нынешнего, как, значит, Германия, 45-й год, значит, наши войска, и вот советский комендант, внимание, советский комендант, грудью, прикрывает, старого немца, которого старого немца, стреляет из шмайсера, его, этого старого немца, сын эсэссорица, все, коротко и ясно, но комменс, но комменс, потому что, если я начну комменса давать, то затаскают по судам, вот как обстоит дело, значит, с религией, поскольку история у нас, это не политика, прокинутая в прошлое, а это просто религия, конкретно история Великой Отечественной, а чуть более развернута, вся история, то есть не история, а весь Александр Невский, плавно переходящий в Петра Великого, и плавно вливающийся в Сталина. Я немножко бы вам тут возразил, с какой точки зрения. Есть в России официальная история, в смысле, есть в России официальная история от Мединского, РВИО, вот, можно даже буквы поменять местами, как-то органичнее будет. Это одно, но это совершенно не означает, что таковы учебники в школе, они к этому стремятся, но они же от чего-то идут. И есть история научная в России, да, она есть, я сейчас буду... Пожалуйста, никто ее не читает, пожалуй. Есть такой академик Александр Аганович Чубарьян, Ну, как же, знаю. Который, кстати, полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством. Очень важный человек. Вот он определяет не фантазии Мединского, а официальный взгляд на историю. Официальный, официально научный, назовем его так. И он не делает это так по-тупому, как Мединский, вопреки всему пиар, как бы, дыму, звону, треску и так далее. Во-первых, там к Сталину отношение весьма критическое. Просто потому, что у научного сообщества, исторического, официального, профессионального, у института истории просто критическое отношение к Сталину. Оно не такое критическое, как на эхе Москвы, но оно критическое. В чем выражается это критическое отношение? Вопрос был о большом терроре. Они критикуют большой террор с позиции не просто патологической дурной паранойи, а с позиции того, что да, конечно, это ужасно, но Сталин это делал, и целый перечень рациональных мотивов. Первое, убийство Кирова, естественно, потом внешнеполитическая ситуация, объединение, сплочение людей, война в Испании и так далее. Притом они даже не игнорируют те факторы, что большой террор ослабил армию, и за это они Сталина критикуют, но они его рационализируют. Я с этой точкой зрения не согласен. Я считаю, большой террор это абсурдная страница нашей истории. И в учебниках, на эстфаках, которые я читал, в школах, более-менее в разной степени опять же, эта точка зрения доводится. Сталин путаник, но ведь нашинский. То есть, да, наломал он дров, это все очень плохо и так далее, но у него были на это причины. Я, например, считаю, что на это у него не было никаких причин, но это мой частный взгляд, кто я такой, по сравнению с уважаемыми господами. Что касается изучения большого террора в школе, он там изучается пятью-шестью строчками, где излагается ровно то, что я сейчас озвучил. Если это гуманитарный класс с большим уклоном, это одно. Другое дело, как вы справедливо говорите, это учителя. И поскольку я в 90-е годы собственно в школу пошел и всю свою жизнь учился в школе в современной России, я могу сказать, что у меня в жизни было три учителя истории. И в них, по-моему, очень показательно, потому что все они расходились по одному единственному пункту. Этот пункт назывался Сталин. Это вот центральная точка. Эти люди, кто-то там с 40-х годов рождения, 50-х, 60-х, у них только один конфликтный вопрос между собой. Этот конфликтный вопрос звучит очень просто. Иосиф Виссарионович Сталин. И первая моя учительница по истории, самый профессиональный учитель, в пятом, шестом классе она мне преподавала, она определила, почему она была самой грамотной учитель моей жизни, потому что первое, что она сделала, это формализовала историю. Мы рисовали большие организационные схемы, вот делили тетрадку, две страницы брали, в центре была какая-то эпоха, исторический отрезок, и дальше шло. Внешняя политика отдельно, внутренняя политика отдельно, экономика отдельно, и мы так заполняли вот эти расходящиеся реки времени, большие. В пятом, шестом классе это очень сильно смочь заставить ребенка работать вот со структурными какими-то данными, то есть не просто болтологией заниматься, а очень четко все раскладывать в голове по полкам. И у нее такой же подход был к истории вообще. Она говорила, запомните, вы не можете понять историю России, если не попытаетесь хотя бы понять очень ограниченный набор личностей. она определяла этот набор как Иван Грозный, Петр Первый, Александр Второй, Ленин, Сталин. Почему? Потому что с ее точки зрения только эти правители России имели свою уникальную линию поведения. Все остальные придерживались, вот всех остальных можно разложить по принципу он в корзинке куда ближе как бы. Очевидно, что там условно говоря, один ближе к тирании, к реформам через тиранию, второй ближе к условным там очень таким либеральным реформам, там как Александр Второй. И так далее. Это был первый мой учитель. Второй учитель истории в моей жизни, с которым я проходил Сталина, был просто патологический идиот и все. Он был идиот, он очень плохо ко мне относился, но оценки мне нормальные ставят. плохо ко мне относился, потому что я выкрикивал с урока, и его это бесило. И он как раз таки, единственная его апелляция и подтверждение, что Сталин был хороший, что при Сталине такие как я как бы на рудники уезжали. Вот вся его была апелляция, что дисциплина должна быть. Это вот мышление дисциплины. И третья моя учительница история была яростная антисталинистка. Вот собственно и все преподавание истории в школе. Прошу прощения, что так много времени занял. Насколько я могу это ужать в пять минут? Ну понимаете, это разные вопросы. Если вас, в смысле слушательницы, интересует массовое общественное сознание, то история тут вообще не при чем. Еще раз говорю, молча, в школе учили. Ну учили. Много ли учеников в школе, как вы, что-то помнят. Чертания не помнят. Не надо чердак забивать до бесконечности. Он же ограничен. Реальная идеология, которую и школу, и, что гораздо важнее, телевидение, государственные сети в интернете, значит, наглядная реклама и так далее. Реальная идеология в России это культ не там Сталина или еще кого-то. Это культ державничества. Это религиозный культ державничества. Наша религия в нашей державе это державничество. Это, естественно, корыстный культ, который оправдывает любые действия всемогущества государства. Одновременно это культ, который льстит безудержно, непристойно, фантастически льстит обобщенному народу. Мы центр вселенной, сияющий город на холме. Мы сияющая держава на холме. Если в Америке при этом центральное слово религиозное значение имеет слово свобода, то в России центральное религиозное значение имеет слово сила. Наша сила. Мы самые сильные. Сила нам нужна, потому что кругом враги. Вот это весь дискурс. Вот все, что мы говорим, всю передачу. Одно и то же, разными словами. Это все тот же дискурс. Западные враги, держава, сила. И в это прокрустово ложа ложится все. И Александр, Невский, и Иван, и Сталин. Ну, Ленин не ложит. Ну, и черт. Сила. Сила. Это все. Потому что сила, но сила не ради, что мы там какие-то, а потому что сила это способ бороться, превентивно бороться с теми, или не превентивно, которые на нас нападают. Это официальная, государственная, религиозная идеология. А что там пишут какие-то чудики-историки? Да пропадение пропадом. Кому это интересно? Не стоит путать простую веру человека, то, что Илья Пророк по небу катит и гремит, с разговором физика про атмосферное электричество. Физик может болтать все, что угодно, но простой крестьянин знает, что это Илья Пророк. Не стоит опять же путать простую веру человека в непорочное зачатие с разговорами археологов, эмбриологов, там, и черт не знает кого. Религиозная основа российского государства это вера в державу. Ну, а сегодня, соответственно, Путина как носителя ее. Это Орвелл в чистом, стопроцентном, дистиллированном виде. Не в смысле вранья, хотя вранья хватает, а в смысле центральной формулы Орвелла. Кто контролирует прошлое, кто контролирует сегодняшнее, сегодняшнее, тот контролирует прошлое, а кто контролирует прошлое, тот контролирует завтрашнее. Власть контролирует сегодня, создает эту фантастическую религиозную мифологию, значит, брутально героического прошлого, и навязывает эту модель на будущее, дискурс. Все это, конечно, безумно смешно, архаично, нелепо. Для молодых ребят отнюдь не продвинутых блогеров или каких-нибудь хипстеров, а для любых молодых ребят эти дедушкины портянки плохо пахнут, эти дедушкины шлепанцы смешны, абсолютно неинтересны. Да пошел ты со своими шлепанцами куда подальше. Сталинские они или еще какие-то. Напялик себе на голову. Сталинские выбиваются. Они важны, реально важны. Потому что в массовом сознании остается одно – крутой, блин. Крутой. И что эта крутизна проявлялась в том, что тебе бы язык в задницу засунули, это очень нравится, мне же его реально не засунут, но крутой. Но как бы смешны эти портянки не были, как бы нелепо, архаично, глупо все это не было, с точки зрения молодых людей, но реальную политику, реальную жизнь, реальный баланс сил в стране определяют не эти молодые люди, а люди другого поколения. И к тому времени, когда молодые люди будут определять, они уже сами станут людьми того поколения, может быть, они унаследуют в соответствии с Оролом этот религиозный культ, может быть, другой религиозный культ, но на сегодняшний день они должны этому культу соответствовать и подчиняться. Вот, как мне кажется, как обстоит дело с массовым восприятием истории. А школьная программа, ее содержание, имеет к этому очень отдаленное отношение. Как закон, уроки закона Божьего в гимназии. Закон Божий отдельно, а простая натуральная вера зашел в церковь, перекрестился. На Пасху надо куличи святить. Ну и так далее. Простая натуральная вера отдельно. В общем, подытоживая, я бы это закончил бы, знаете, вот карикатура была такая во французском журнале, по-моему, к 37-му году она была, там же еще юбилей, 20 лет революции был, и Ленин лежит в мавзолее, и рядом стоит Сталин и Калинин. И Калинин рыдает, говорит, боже мой, ну не боже мой, в смысле, господи, он как живой. А Сталин говорит, он лучше, чем живой. Он молчит. Вот Сталин, Иосиф Виссарионович, он лучше, чем живой. Он молчит. Вот, это прежде всего помогает сталинистам, потому что был бы жив Сталин, не было бы сталинистов. Во всяком случае, этого раздевает. Хорошо, двигаемся дальше. Отдаем долги за прошлые передачи. Мы, я в прошлый раз сказал, что мы в этой передаче рассмотрим этот вопрос. Вот вопрос от пользователя JDS. Он достаточно такой, так скажем, большой. Может ли Европа вырезать Российскую Федерацию из цивилизованного мира? Это первый вопрос. Второй вопрос. Может ли Российская Федерация самовыпилиться из европейской цивилизации? И третий вопрос. Возможно ли объединение усилий обеих сторон в деле выпиливания Российской Федерации из западной цивилизации? В принципе, один и тот же вопрос, просто с твердой стороны. Ну вот сейчас мы наблюдаем это, значит, объединенными усилиями, как в «Берегись автомобили», когда Смоктуновский говорит Женову, ты по-своему, я по-своему, а вместе делаем общее дело. Да, делаем общее дело. Но можно ли это сделать? Можно ли выпилить Россию из европейской цивилизации? Цивилизованный мир, не цивилизованный мир, понятие растяжимое, это, как говорится, СМ, Тойнби и многих других лавровых, разная цивилизация. Можно ли выгнать человека из его семьи на улицу? Можно. Можно ли заставить человека ненавидеть его родителей? Легко. Можно ли добиться, что родители забудут этого человека? Трудно, но постараться можно. Сможет ли этот человек выдавить свой генотип из себя? Нет, не сможет. Вот и весь ответ. Может быть, отдельно от Европы, Северная Корея, может, потому что она никогда не была с Европой, как и Южная Корея. Их генотип другой. Может ли быть отдельно от Европы страна под названием Узбекистан? Может. Они берут любые западные технологии, их в Анголе можно взять, но у них своя собственная культура, свой генотип. Так же, как во многих странах, которые Европа контролирует, с которыми она поддерживает превосходнейшие отношения, допустим, африканские страны, или там Пакистан какой-нибудь, и целый ряд других стран, которые страны Европа силой захватила, покорила, и им нечто навязала. Но европейскими странами они при этом не стали. Вот Латинская Америка стала. Попробуйте выпилить из Аргентины испанское влияние. И посмотрим, что в Аргентине останется. Россия отличается от Европы, потому что русские – это, да, европейцы, но восточные европейцы, ну, скажем, условно, славяне. Русский язык – это индоевропейский язык, но отдельный. Русское письмо – это письмо буквами, но кириллицей, а не латиницей. Русская религия – это христианство, но православие. Это говорит об особости России. Отдельная цивилизация. Но эта цивилизация полностью на 100% проникнута европейскими идеями, создана европейцами и только в Союзе с европейцами. Никогда, еще задолго до Петра, не существовало без европейского влияния, причем не внешнего, а внутреннего, без европейского проникновения. А уж все то, что называется осознанной русской культурой, это просто европейская культура. Это один из своеобразных, да, так любая культура своеобразная. Один из своеобразных отрядов европейской культуры. Наибольшее различие между Россией и Европой, они касаются политического строя. Политический строй России, ну, наиболее зримый такие различия. Политический строй России это помесь европейского абсолютизма, европейского бюрократизма и европейского либерализма. Но помесь не в тех пропорциях, принципиально не в тех пропорциях, которые были в Европе. Тем не менее, в искрести внутри России нечто, не имеющее к Европе отношения, психологически, культурно, невозможно, потому что вопроса нет. В Китае есть, в Средней Азии есть, в Пакистане есть, в Ханты-Мансийском округе есть, в Туве есть, в Дагестане есть, в России нет. В России нет. Итальянский Кремль, французская поэзия Путина. скребется там у вас сильно, не слышите? Франко-итальянская музыка, Чайковского, ну и так далее, и так далее. А в 20 веке уже в большей степени американское влияние. Выскрести Европу психологически из России так же невозможно, как невозможно выскрести Европу из Соединенных Штатов. Просто невозможно. Какие бы усилия ни предпринимали. Отделить Европу экономически и политически от России можно, и этим активно занимается и руководство России, и руководство Европы. Но я думаю, что эти усилия приведут только к рессентименту именно в сторону Европы. Желанию, так же, как вот последние годы навязывалось и активно изнутри шло желание рессентимента в отношении империи, Советского Союза и так далее. Если мы сейчас формально отделимся от Европы, то будет рессентимент в сторону Европы. Эта пружина естественно разогнется, потому что никакого другого генотипа у России просто нет. И все. Соответственно, как эта пружина распрямится, в какой форме и так далее, это я судить не беру. Но это будет. А что касается, много ли кроме нефти и газа потеряет Европа, отделившись от России, это более сложный вопрос. В 19 веке Европа без России была бы безусловно неполной в культурном психологическом отношении. В 20 веке тоже была бы неполной. Но сейчас надо сказать, что несомненно с моей точки зрения деградировала европейская культура. Но степень деградации российской культуры на порядке превосходит степень деградации культуры европейской. И сегодня европейской культуре по-моему роль России минимальна. Меньше чем когда бы то ни было за последние 200 лет. поэтому роль нынешней России Чайковский и Достоевский и даже Данилевский и Шостакович с Эйзенштейнами они все останутся естественно куда же они денутся. Но современная Россия это пустыня. В научном культурном психологическом отношении это пустыня. Ну фигурально конечно выражаясь есть и ученые писатели и то и все. Но в общем это невеликий довесок к европейской цивилизации. И то что реально имеет какую-то экспортную стоимость оно на своих на двоих чапает активно в ту самую сторону. Но как бы ни была уплощена огрублена обезвожена обезвожена обездвижена Россия она остается все равно европейской страной просто потому что больше в ней в России психологически ничего нет. Кстати идея особого пути это тоже естественно в европейской аранжировке начиная с немецких романтиков периода борьбы с Наполеоном ну и так далее. Да раньше раньше с Успани в общем от значит тех самых там я не знаю романтиков до значит Гжезимского это вся российская идеология о прочем я и говорить нечего поэтому ответ следующий политика экономически можно сильно выпилить сильно ну тем сильнее будет возвращение тем энергичнее сильнее восторжение будет возвращение блудного сына блудного искалеченного сына видимо это тоже необходимо для того чтобы Россия и этот урок прошла сама себе дала и получила я бы может быть только добавил вот как я себе представляю через очень очень много лет вот это место России как бы в Европе естественно оно в Европе есть такая страна я не зря ее вспомнил Испания представляете какая великая была империя непобедимая армада ну вот это все это потрясало и сервантос и высокий имперский штиль и спонедад все это было а сейчас что это это скучная третьесортная мало что решающая в Европе страна где единственное что будоражит общественную жизнь это как относиться к каудилье ну у нас Сталин есть вот они спорят вот надо из валия делькаиды вынести каудилье или не надо одни говорят это покусились а оговор то фашистов как бы ну там или надо ли выкинуть оттуда Хосе Антонио Прима де Ривера а надо ли выкинуть оттуда его папашу там старшего Прима де Ривера вот а так третьесортная страна честное слово ну не интересно ну кто помнит вообще там испанского премьер-министра кому он нужен кто его спрашивает и знаете мне это очень нравится очень хочется быть третьесортной скучной дурацкой страной в Европе знаете почему потому что люди там ну у них есть конечно я еще расскажу они там спорят яростно что делать с Каудилья повесить его или мавзолей ему отдельный построить но в целом-то общество благополучное да побузили чуть-чуть в Каталонии но это и в России есть что в Испании нищая Андалузия богатая Каталония ну СМЭ там Сибирь и Рязанская область Рязань это русская Андалузия хотя наверное Андалузия уже не такая нищая просто исторически Андалузия очень нищая была вот Испания вот мне видится это так может быть я слишком оптимист ну ваше желание жить в третьесортной стране я думаю будет удовлетворено априори без больших усилий с вашей стороны в третьесортной европейской стране с высоким уровнем жизни нет проблема гораздо более общая гораздо более интересная конечно а со старухой что будет не со старухой Россия а со старухой Европы кому грядешь куда ты бабушка сама двигаешься тряся по домам вот это мне кажется вопрос гораздо более интересный гораздо менее очевидный для многих гораздо более тревожный но так далеко шагать не берусь по причине малознания и махать руками не стану вот а то что я бы даже сказал только две вещи первое в сущности наш русский российский цивилизационный кризис как всегда это более грубый и более яркий вариант европейских общеевропейских цивилизационных проблем не буду уж говорить кризис чтобы не злить значит многих поклонников Европы но скажем проблем надеюсь что в Европе есть проблемы отрицать все таки никто не будет в каком-то смысле Россия просто как всегда более грубо и более значит четко более ярко более ярко показывает эти проблемы это первое второе у России был шанс именно сейчас это я тысячу раз говорил просто повторю был шанс стать другим полюсом Европы для этого Путину надо было или уйти или еще проще никуда не уходить а царствовать лежа на боку не заниматься согласно теориям Дугина и значит Бжезинского присоединения в Украину в чем были преимущества были бы преимущества Россия перед Европой в консерватизме в разумном в ограниченном консерватизме без крайностей политкорректности без крайностей великого смешения народов которые и в России идут но немножко на других основаниях без крайностей медицинской экологической и всякой другой повестки о которых даже говорить в свободной Европе запрещено потому что нас забанят вот если бы Россия была представителем консервативного полюса Европы разумно консервативного полюса Европы то в отличие от нынешней ситуации она была бы неотъемлемой частью европейского ансамбля Россия предпочла другой путь ну Путин предпочел Россия стала огородным пугалом центром сплочения Европы и центром обмана Европы обмана почему обмана потому что борьба с Россией это надежный способ прятать голову от своих реальных европейских проблем бороться не с тем значит где потеряли а там где светлее Россия с ее поведением с историей с Украиной она наглядный антитезис для Европы и против него очень легко и очень удобно бухтеть закрывая тем самым глаза на свои собственные проблемы ну частично частично закрывая глаза на свои собственные проблемы и последнее то что подгнило что-то в русском королевстве особенно остро чувствовали конечно самые близкие к России то есть украинцы отсюда не просто от значит бендеровских воспоминаний рессентиментов и прочего а именно отсюда от чувства что в России что-то пованивает подгнивает и будущего тут нет вот это отчаянное желание любой ценой прорваться в Европу хотя органический путь для Украины экономический политический это конечно максимальное сближение и с Европой и с Россией максимальная интеграция с Россией максимальный взаимообмен с Россией только так в 30-е годы например возникла большая украинская наука Харьковская школа там и так далее только так развивалась хорошая украинская большая украинская культура Довженко там и так далее но от нынешней подгнивающей России отчаянное желание оторваться уж как они это желание реализуют в какой форме это другой вопрос форма конечно очень часто самая неподходящая но источник этого импульса он самой России Россия не дает живого дыхания от нее исходит старческий запах и это отталкивает адекватно отталкивает неадекватно отталкивает притягивает к Европе адекватно неадекватно это большие проблемы Украины никто ее по-настоящему естественно нигде не ждет и ее европейский выбор это совершенно не загородная приятная прогулка безотносительно к России Россия им подпихивает а если бы не было России гораздо хуже бы это шло но тем не менее источник значит этого отрыва это не самость Украины а это самость России вот та самость которая сейчас показывается искусственная вымученная она отталкивает силы моральной жизненной духовной силы притяжения притягательной силы в России нет а попытки силой физической силой грубой силой удержать и притянуть то что мягкая сила не делает вызывает соответствующие вот в чем проблема я только вот мысль такая пришла перефразируя сегодня упоминаемую статью Солженицына вот нет у нас больше сил на нищету нет у нас уже больше сил на убогость вот есть 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 ну я надеюсь что скоро наши силы в этом плане иссякнут вот и уже выполнять такую сложную задачу как быть убогим и нищим населением вот этот груз все отстояли действительно еще один диалектический переворот не политический мы ни к чему никого ни к чему никогда не призываем а диалектический исторический переворот диалектическо историческое сальто-мортале я думаю будет конечно его волей-неволей только ускоряют последнее решение Путина и так далее ну в общем я бы так сказал выпилить Россию из Европы можно по крайней мере на каком-то этапе а вот выдавить Европу из России невозможно до тех пор пока Россия существует финальный вопрос на сегодня если можно коротко вопрос от нескольких пользователей на днях Алексей Арестович заявил в интервью Дмитрию Гордону о своих президентских амбициях вот я это просто свяжу со вчерашней новостью о том что Захар Прилепин заявил о своих президентских амбициях как давайте пофантазируем вот предположим во первых зачем это делает Алексей Арестович потому что тут же он чуть ли там не вылетел со своего поста там кто-то написал что нету его в списке там советников главы офиса президента потом это опровергнули в общем я в этом так и не разобрался но на кой черт они все решили проявить свои амбиции они что забыли что или что Путин главный или что к Арестовичу это кстати тоже относится просто Путин это главная проблема зачем это по-моему какой-то сверх неподходящий момент ну не в обиду прилепенно быть сказано я уже вчера говорил нынче эти самые трансгендеры так кажется называются вот первый раз верно вы говорите вот видите когда хочешь то скажешь в моде и видимо значит прилепин почувствовал что на самом деле он Ксюша Собчак ощутил в себе говорят вот в Европе это очень модно когда значит мальчик говорит а на самом деле во мне сидит девочка нельзя ли что-то со мной сделать чтобы я стал девочкой ну вот видимо ну прилепин то да но Арестович несмотря на то что его кто-то Люся называет он пока вроде не планирует стать Ксенией Собчак ну у них другая ситуация у них не требуется чтобы идти у них дорога в президентство это не только похоронный кортеж Ксюши Собчак не в курсе рассказываю что ее бывший уже муж она якобы развелась я не успел следить за светскими новостями ее якобы бывший муж или не бывший муж некто Богомолов режиссер такой известный который ставит всякие скандальные спектакли и она прибыли значит на свадебную церемонию почему-то в катафалках или в одном катафалке опять же я не был свидетелем поэтому странно ваше удивление я другого автомобиля не мыслил я почему ну так я то мыс вот это постановка Богомолов значит прибыли на катафалках в храм божий и значит на этом катафалке что-то было написано не то смерть мировой буржуазии не то только смерть разлучит нас не то без тебя ни жизни а смерть в общем слово смерть там каким-то образом мемента моря да каким-то образом фигурировало вот значит вот этой дорогой к Сеуши значит по-видимому по-видимому Захар как его там Иванович как его звать правильным катафалком едете товарищи ну что тут можно сказать вот значит что касается Арестовича я совершенно не в теме внутренней украинской политики единственный украинский политик который меня вызывал и вызывает человеческую симпатию это Виталий Кличко вот впрочем киевляне по-разному относятся к его деятельности на посту мэра Киева ну как говорится им виднее по-человечески он мне симпатич сам не знаю почему но вот чем-то он мне нравится когда были события 2014 года Ходорковский приезжал значит в Киев и хотя Ходорковский мне в отличие от Кличко мало симпатичен но тем не менее значит Ходорковский написал что я никогда не встречал таких классных и простых людей как Виталий ну или что-то в этом роде ну вот может быть поэтому не знаю короче говоря Виталий мне нравится Арестович мне не нравится мне один мой значит добрый знакомый из Самары написал что я совершенно не прав то есть не я а вы вы там что-то плохое сказали об Арестовиче он написал что вы правы что Арестович прекрасный во всех отношениях человек очень тонкий очень умный очень образованный а как я сегодня узнал даже по-дугински образованный от вас узнал но если человек ученик Дугина то по крайней мере отрицать фундаментальность его образования не приходится но все-таки это уже не ученик Баркашова или ученик Макашова это значит представитель интеллигентного крыла так сказать вот короче говоря ничего сказать об амбициях не могу я думаю не об Арестовиче а о Зеленском что если для Владимира Владимировича кумиром является по-видимому как он постоянно педалирует эту тему не то Петр Великий не то значит Александр Невский но наверное все-таки скорее Петр Великий потому что Александр совсем фантастическое фигуле то я думаю что образцом для подражания у Владимира Александровича является Владимир Владимирович он этого прямо не говорит впрочем ничего плохого насколько я знаю он тоже лично о Путине никогда не говорит но он пытается как мне кажется в меру своих сил в меру возможностей Украины выстраивать нечто вроде путинской модели раскулачивает олигархов там придушивает какие-то телеканалы и так далее ну что ж я это не в упрек ему и не в восторг ему ну вот так делает ну может быть это разумная модель не знаю едва ли он если даже он преуспеет в этом деле засидится в кресле больше чем на два срока мне кажется это маловероятно но определенные авторитарные в путинском варианте наклонности у него есть может быть они очень адекватные положение Украины а может и не очень не мне судить вот значит возможности Арестовича стать президентом сегодня как-то ну совершенно не верится но кто верил в то что президентом станет Зеленский я поверил уже когда он вышел так сказать напрямую а до этого мне казалось что это анекдот какой-то вот поэтому в Украине очень любят новых неожиданных так что ну судьба выборов в Украине зависит же не от того что скажет Арестович а от того каким будет развитие событий в ходе этой самой военной операции или войны как говорят украинцы а уж как в это дело впишется Арестович на какой кривой козе ну ладно я просто похвалю Арестовича пожелаем удачи вот чтобы слушатель который на меня гневался больше не гневался Алексей Арестович это внук Карла Хаусхофера но если мы считаем что идеологически Александр Дугин это сын Хаусхофера ну основателя учения геополитики то Арестович это внук Хаусхофера и при таком дедушке не держать такую высокую планку ну простите как сказать надо держать планку как говорили в советское время что такое брови Брежнева это усы Сталина поднятые на нужную высоту вот надо поднять знамя геополитики на нужную высоту в чем я пожелаю всяческих успехов господину Арестовичу книжа а я вдруг подумал из золотого теленка что вот значит шляются по разным дворам правительственным внуки Хаусхофера иногда сталкиваются значит ну и происходит как примерно у Шуры со стапом это столкновение ну а есть два внука допустим умных а третий как значит Паниковский глупый внук вот Остав же говорит было у лейтенанта два сына умных а один который последний пришел с теориями Хаусхофера они все говорят мы вот внуки Хаусхофера у нас геополитическая теория там ну единый три единый русско белорусско украинский народ там какие-то оси которые они рисуют без конца значит или там еще что-нибудь в этом роде древние укры ну то есть тут много чего можно вот я говорит внук Хаусхофера у нас была своя значит конвенция ну где-нибудь там не знаю в Геленджике или в Геленджике посидели значит и расписали кто тут подлинные внуки а кто не очень подлинные ну и пошли ползать по пространствам как СНГ так и других стран снимают свою ренту с мятежа на очаге да и у нас осталась на сегодня книга книга и при том тут один из пользователей на патреоне упрекнул вас это пользователь Александр сказал что же у вас одни мужчины писатели ну посоветуйте какую-нибудь книжку писательницы давайте исполним это желание подписчика давайте тогда одну поблажку сделаем вот вам соответственно и одну поблажку вот нашему слушателю да мы назовем женщину писательства книга может быть не обязательно как бы неизвестная вот посоветуйте именно книгу писательницы вот Ксения Собчак не годится она жива да она жива книга мои любимые блондинка или это Малахов написал в общем сложно путаюсь я в этом творчестве но Ксения Собчак не предлагает во первых она жива во вторых она вообще известна а нужна книга намного более экзотическая ну соответственно значит Джен Эйр Шарлотта Бронте сестры Бронте это мы значит тогда тоже не можем так кто же у нас писательница так Ахматова значит слишком известная и книжек не написала стишки все так 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 а знаменитая французская писательница любовница боже чьей только любовницей она не была но в частности любовница Шопена так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков парков рощ могил в свои этюды вот он делал этюды с этой писательницей Жорж Занд знаменитость начала 19 века ныне забытая Аврора Дюде Ван ее настоящее имя фамилия я даже не знал а я читал в детстве там что-то про жизнь живых цветов вот это кстати по-моему в школьной программе даже было ныне забытая так же плотно как писательница ну допустим Анастасия Волочкова была в России такая писательница одно время конкурировала с самой Собчак но время развело расставила по своим местам прошу прощения Дюпен она она Аврора Дюпен вот да но я уж не буду залезать так глубоко это была французская писательница которая написала книжку принцесса Клевская это вообще 16 век забыл даже фамилию этой писательницы книжку читал смешно ну вот а если вас интересует конкретное сочинение мадам Занд пожалуйста толщенный сентиментальный роман о значит отчертенный о чем во всем на свете Консуэло очень хорошо по крайней мере может конкурировать с книжкой Альфреда Розенберга как снотворная но гораздо менее кровожадная гораздо менее зовущая ищущая и не имеющая ни малейшего отношения ни к какому Хаусхоферу так что вот пожалуйста нет я все-таки был прав она действительно баронесса дюдэ ван видите я последний раз открывал браво эту книжку в руки в 10 лет примерно но из памяти прям выставил в общем уважаемые слушатели читайте красивых женщин я не уверен она была красивой ну как на картинах она очень красивая где думаете я что дурак что для некрасивых писательниц читать как бы смотрите красивых художников скажем так они знают как сделать да хотя может в жизни она была и не симпатичная ну тогда я уж закончу Михалковым знаменитым анекдотом значит не анекдотом а былью Сергея Владимировича Михалкова которые в Советском Союзе были вечные споры что такое соцреализм и вот Михалков дал по-моему очень удачное определение соцреализма по-моему я его уже приводил но еще раз двух словах был однорукий одноглаз великий хан Ахмед и вот этот самый хан Ахмед однорукий одноглазый потребовал написали его портрет ну художник реалист нарисовал одноглазого однорукого старика за что оставшейся рукой ему голову отрубили второй вариант значит пришел художник помня о судьбе своего предшественника он нарисовал двурукого двуглазого значит его за лакировку действительности. Не убили, конечно, но сослали. А третий художник, это и был Сергей Владимирович Михалков, естественно, рисовал этого хана в профиль. Вот это и есть, говорил Сергей Владимирович, вот это и есть метод социалистического реализма. Хорошо, уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь, если вам не нравится, задавайте вопросы, вопросы я принимаю в Телеграме. Большое спасибо, ну, конечно, вопросы, разумеется, я принимаю в Патреоне. В первую очередь я задаю вопросы из Патреона. Это привилегия наших уважаемых спонсоров. Вот, у нас все как обычно. Спасибо большое, Леонид Александрович. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова